Следующий праздник, у нас ближайший праздник, так уж совпало в этом году, что праздник Благовещения совпадает с Лазаревой субботой. Этот праздник будет праздноваться 7 апреля в субботу. Благовещение, Благая Весть, она заключается в том, что Архангел Гавриил явился Деве Марии, которая помышляла лишь хотя бы быть служанкой у той, которая будет Матерью, Мессией, Матерью Бога. Но она не помышляла, что Бог, она знала и ожидала все человечество Мессией, Спасителя мира. Она помышляла о том, что хотя бы быть ей служанкой у этой Госпожи, и вдруг ей является Архангел Гавриил, и возмещает, что она примет в отчлеве и родит Сына, и налетит имя Еммануя, что значит с нами Бог. Дева Мария не стала возражать, сказала, сероба Господня, да будет мне пословно Твоему. И праздник Благовещения заключается в том, что Благая Весть о Спасителе, пришествии на землю, Спасителя мира, уже была принесена на человечество. Дева Мария является достойнейшим сосудом, достойнейшей и честнейшей хирургим, которая является как бы лестницей, по которой Бог с неба сошел на землю, чтобы научить людей, как надо жить правильно, чтобы взять все грехи и понести их, и принести себя в жертву, в искупление того. Вот маленького, казалось бы, греха, первородного греха Адама и Ева, которые послушались Бога всего-навсего, за свое прислушание упустили плода от древа познания добра и зла. Нам кажется, какой это небольшой грех. Мы часто не слушаем и родители, и пастыри, и саму церковь не слушаем. Что-то нарушаем и считаем, что это маленький грех. Не бывает греха маленького или большего, бывает просто грех. Грех – это то зло, которое удаляет нас от Бога. И Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, принес себя в жертву за этот первородный грех. Жертву за весь род человеческий, который не способен было покаяться в этом греху. Ибо мы не можем отвечать за грехи родителей, за грехи других людей. Мы можем только страдать за эти грехи. И вот в этом суть праздника благословения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok